Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам расчет производства хрустящих подушечек с начинкой. В этом видео мы рассмотрим варианты машиноаппаратурных схем для линий производства коэкструдированных продуктов питания, рецептуры, оболочки и начинки для подушечек, варианты исполнения формующего инструмента. Кроме этого рассмотрим такие вопросы как длина изделия и как ее можно регулировать при производстве. Расчет себестоимости сырья на оболочку и начинку, потери сырья и как это влияет на производство и себестоимость готовой продукции. Конечно же поговорим о том, на что важно обращать внимание при производстве подушечек с начинками, чтобы быть в прибыли при производстве такой продукции. Рассмотрим варианты машиноаппаратурных схем линий производства коэкструдированных изделий с начинками. Один из таких вариантов схем я приводил ранее в отдельном видео. Которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Сейчас на экране вы видите эту машиноаппаратурную схему. Отличие этой машиноаппаратурной схемы от тех, которые мы рассмотрим далее, является то, что оборудование расположено на двух уровнях. На верхнем уровне расположено оборудование для приготовления сухой смеси сырья для корпуса изделия и также оборудование для приготовления начинки. Особенностью этой схемы является то, что после приготовления сухой смеси сырья или начинки, они самотеком могут подаваться в экструдер и в формующий инструмент экструдера. На нижнем ярусе находится экструдер, дозатор сухой смеси сырья, режущий станок, оборудование для охлаждения в данной схеме это сетчатый транспортер и упаковочное оборудование. Более подробно эту схему вы можете посмотреть в видео по ссылке в описании. В этом видео мы рассмотрим еще три варианта схем. Я взял эти схемы из вот этой научной монографии, коэкструзионные продукты, новые подходы и перспективы. Авторы Остриков, Василенко и Соколов. Это ученые из Воронежского государственного университета инженерных технологий. А в этом университете есть большое количество исследователей экструзии пищевого сырья. Давайте посмотрим, какие это могут быть схемы. Все три схемы я вывел сейчас на экран. Вы можете с ними сейчас ознакомиться. Перед тем, как я зачитаю их описание. Итак, слева вверху представлена схема получения коэкструдированных зерновых завтраков. Отличительной особенностью этой схемы является наличие системы после экструзионной обработки, сочетающей выполнение в одном аппарате нескольких операций, нанесение вкусовых, ароматических добавок, придание конечной формы продукта, закрепление его структуры. Исходное сырье на участке подготовки подается питателем один, на ковшовый транспортер два и затем в приемный бункер с мешалкой три. Увлажняется подаваемый в смеситель водой или водосодержащими пастами. При этом влажность подаваемой питателем смеси составляет 20-25%. В зависимости от вида получаемого сырья возможно добавление в исходную смесь сухого молока, сахара, солода, какао-порошка. Подача сырья в экструдер осуществляется при помощи питающего шнека. Дозированное сырье экструдируется и формуется в экструдере при температуре 120-150 градусов Цельсия. Время пребывания сырья в экструдере колеблется от 20 до 120 секунд. Структура получаемого экструдата может меняться от мягкой и пластичной до хрупкой в зависимости от условий потребления этого продукта. Выходящий из экструдера продукт режется на отдельные части заданной длины с помощью режущего устройства 7. И затем пневмотранспортом 8 направляется в постэкструзионную установку 9 для нанесения добавок. Большинство зерновых продуктов дрожируется путем нанесения специальных вкусовых или ароматических масс. Обычно такие компоненты как сахар, соль, ароматизаторы вводятся в состав водной или жировой суспензии и распыляются на поверхность экструдата во вращающемся барабане. После того как изделие было покрыто слоем ароматизатора, на него наносится сахарная пудра или другой вкусовой компонент. Затем в нижней части барабана 9 при помощи инфракрасных излучателей изделие высушивается до влажности от 8 до 10%. При этом формируется его окончательная структура и происходит застывание нанесенных на его поверхность добавок. Из нижней части барабана в постэкструзионной установке подсушенный продукт направляется в специальную охлаждающую секцию 10, где он обдувается холодным воздухом и затем направляется на расфасовку и упаковку. Схема, которая расположена на экране слева внизу, отличительными особенностями этой линии производства коэкструдированных продуктов с начинкой является относительно малой производственной площадью при высокой производительности линии. Для формования внешней оболочки продукта наиболее хорошо подходят зерновые продукты пшеница, рис, кукуруза. В качестве начинки, как правило, используются жиросодержащие составы шоколадная масса, сливочный, крем, фруктовые ароматизаторы и другие. Подготовка исходного зернового сырья происходит так же, как в предыдущей схеме. Улажняется, перемешивается в шнековом смесителе и подаётся в загрузочную зону экструдера. Начинка подвергается перемешиванию, гомогенизации и затем насосом направляется в формующую матрицу экструдер-6. Дозированное зерновое сырьё экструдируется при температуре от 125 до 140 градусов Цельсия и влажности от 22 до 24%. Формуется в расширенный полый жгут, внутрь которого из ёмкости 7 непрерывно подаётся начинка, предварительно подогретая до 40-45 градусов Цельсия. Производительность насоса начинка-наполнителя подбирается таким образом, чтобы расхождение скоростей выхода зерновой оболочки и начинки было минимальным. Получаемый жгут вытягивается несколькими секциями вращающихся рифлёных волков 8 и затем разрезается на части определённой длины. Экструдированные продукты с начинкой подаются ленточным транспортером 9 в барабан с инфракрасными излучателями 10, где происходит удаление избыточной влаги и окончательное закрепление структуры зерновой оболочки. Перемешивание экструдатов в барабане происходит с низкой скоростью, что препятствует механическому повреждению продукта. Схема линии, представленная на экране справа, является одной из наиболее простых схем производства коэкструдированных продуктов питания. Состав оболочки и подушечек, батончиков, палочек, бамбуков и так далее является сложным. Он состоит из смеси различных компонентов. Подготовленную начинку заливают в бак начинка наполнительной машины 12, которая имеет возможность поддерживать определённую температуру начинки. Из машины 12 начинка подаётся через трубопровод непосредственно в матрицу 6 экструдера 5 и вводится внутрь оболочки. Труба полуфабриката затем подаётся на режущее формующее устройство 7, где формуются готовые завтраки и закрывающие кромки. Размеры подушечек, батончиков определяют два сменных формующих барабана. Готовые изделия поступают на сушильный сетчатый транспортер, охлаждаются и после этого упаковываются в потребительскую тару. Мы рассмотрели с вами по сути четыре разных схемы производства коэкструдированных продуктов питания. Мы с вами рассмотрели машиноаппаратурные схемы линии производства коэкструдированных продуктов питания. И вы заметили, что в этих машиноаппаратурных схемах такое оборудование как сушильная камера или дрожжевочный барабан и производители линий для эксклюзионных производств например бюллер или паван или сайксин китайские они стараются вам продать это оборудование почему потому что таким образом они повышают свою выручку таким образом они ставят вам то оборудование которое потом они будут обслуживать брать с вас деньги за запчасти за консультации и так далее и прежде чем вы остановитесь на какой-то конфигурации задайте себе вопрос а действительно ли вам необходима эта сушилка действительно ли вам необходим этот охладитель барабан и так далее может быть вам будет достаточно всего лишь сетчатого конвейера после стационарного режущего устройства сетчатого конвейера и над ним установленных в установленной трубы вентиляции вытяжки общая общей заводской общей цеховой вентиляции этого будет достаточно для производства продукции того качества которое вам нужно но пусть этот конвейер будет допустим какой-то фигурный там 10 метров но 10 метров в длину это нужно достаточно большое помещение по площади ну пусть этот конвейер выпеклял как 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 каким-то образом но общая длина у него будет 10 метров но конвейер обслуживать проще чем сушилки где нужно подбирать параметры сушки параметры сухого воздуха барабаны и так далее тренажировочные барабаны или какие-то другие камеры то есть задать себе вопрос о том действительно ли вам то оборудование которое вам предлагает производитель экструзионного оборудования но необходимо потому что и цели этого производителя это продать вам это оборудование а потом еще в течение 10 лет продавать вам запчасти на это оборудование как вы подумайте над над этим вопросом обсудите его с вашими механиками технологами посоветуйтесь нужно ли вам это оборудование пошла но дорогостоящее а конвейер вы в принципе если у вас руки на месте вы можете его сами сделать вот там нет ничего сложного каркас из 45 уголка барабаны где-то найти вы вытащить под под цепочку или барабаны можно сделать вал вытащить заказать и звездочки 2 найти допустим в магазине запчастей для сельхозтехники и натянуть цепь цепь там же купить она этот цепь поставить планки для того чтобы на ней на эти планки крепить сетку когда мы работали у нас была сетка плетеная на конвейере она очень хорошо ремонтируется быстро заменяются изношенные звенья порванные звенья и эта сетка размером 10 на 10 отверстий ячейки и хорошо мыть щетками в ней не не налипает начинка но и палочки не проваливаются внутрь но мы делали палочки если у вас подушечки то соответственно вам нужно подобрать такой размер сетки чтобы подушечки не проваливались в ней вниз это вот так так такая рекомендация которую я вам могу дать по поводу подбора оборудования для линии считаю что сейчас важно обсудить вопрос длинные продукта прежде чем переходить непосредственно к рецептурам но прежде чем я перейду к обсуждению длины продукта договоримся о терминологии мы уже выше услышали что оболочка изделия подушечки в которую помещается начинка может называться как корпусом изделия так и оболочкой но в данном видео мы будем по отношению к изделию использовать слово оболочка сырье для оболочки оболочка и так далее а слово корпус мы будем использовать в качестве обозначения рабочего корпуса экструдера то что в английской литературе называется баррель или бочка такое разделение сейчас для нас важно провести в самом начале этого видео чтобы потом спокойно дослушать это видео до конца не задавая себе вопрос о чем же имел ввиду автор когда называл корпус изделия оболочкой а сейчас я хотел бы остановиться на настройке режущего станка на длину готового изделия как это делается такую настройку можно проводить как на стационарном режущем устройстве которая состоит из станины электродвигателя червячего редуктора системами механических передач а также четырех барабанов как минимум четырех барабанов два барабана это подвальцовывающие барабаны которые поджимают круглый пористый бесконечный жгут который выходит из экструдера а он выходит именно круглого сечения поскольку в основном на большинстве экструзионных пищевых производств используется формующий инструмент с круглого сечения и этот круглый бесконечный жгут с начинкой он подается на первую пару подвальцовывающих барабанов которые поджимают этот еще пока еще мягкий жгут который еще не успел приобрести окончательную структуру эта структура не закрепилась и после этого этот бесконечный жгут подается на следующую пару барабанов при этом нижний барабан является круглым и выполняет роль опоры при резании а на втором барабане закреплены ножи форма ножей может быть различной это может быть продолговатый продолговатая пластина виде параллелепипеда заостренного с одного края это может быть двуострый нож с немножко придут притупленными кромками и подавая бесконечный жгут на этот режущий барабан к ножам режущего барабана этот бесконечный жгут разделяется на конечные элементы которые представляют собой уже уже как подушечку палочку или бамбук каким образом настраивается длина изделий есть вариант режущего устройства стационарного для экструдера r3 cat 88 так вот на этом экструдере если мы устанавливаем на режущем барабане два ножа на противоположных концах то есть с разницей 180 градусов то данная конфигурация дает нам возможность изготавливать изделие от 14 с половиной сантиметров до 16 сантиметров длиной если мы устанавливаем режущие ножи с шагом в 60 градусов то есть это получается у нас шесть ножей на одном режущем барабане то мы получаем палочку длиной от четырех с половиной до пяти сантиметров если же мы устанавливаем 12 ножей то есть шагом в 30 градусов по дуге то мы получаем подушечку длиной от двух до двух с половиной сантиметров однако здесь я хотел бы обратить внимание на то что мы можем и эти длины менять допустим я хочу производить короткую подушечку и для этого мне нужно провести еще одну настройку тонкую настройку режущего станка эта тонкая настройка проводится путем ослабления или затяжки ремня в кинематической схеме которая находится на задней стенке и которая обычно закрыта специальным кожухом при работе положение этого ремня на шкиве она позволяет регулировать именно вот этот зазор в длине то есть допустим если мы берем и производим бамбуки то мы можем установить этот ремень таким образом что мы будем производить чуть более длинный бамбук например длиной 16 сантиметров а можем установить этот ремень таким образом что мы будем производить более короткий бамбук например 14 сантиметров то есть вначале мы выбираем какой-то один размер для нашего изделия устанавливаем этот ремень и потом этот размер у нас автоматически транслируется и в длинных изделиях то есть допустим мы выбрали выбрали что мы хотим производить длину бамбука 15 сантиметров мы настроили отрегулировали и зафиксировали этот ремень в кинематической схеме в механической передаче после этого мы можем уже менять ножи устанавливая меньшее количество для производства длинных изделий или большее количество для производства коротких изделий подушечек с начинками и таким образом мы для себя выбираем длину этого изделия и настраиваем это оборудование под эту длину это что касается настройки стационарного режущего устройства однако часть экструдеров которые сейчас функционируют комплектуются навесными режущими устройствами как для производства кукурузной палочки или колечек звездочек и так далее так и для производства подушечек с при использовании навесного режущего устройства длина подушечки регулируется двояко с одной стороны расстояние между режущими элементами то есть между ножами которые определяется количеством ножей на валу и также скоростью вращения ножа при резании соответственно я работал со стационарным режущим устройством и мне кажется что схема со стационарным режущим устройством удобнее в настройке и эксплуатации чем схема с навесным режущим устройством потому что в стационарном режущем устройстве при изменении скорости вращения у вас длина изделия не изменяется когда бесконечный пористый жгут выходит из экструдера то есть два режима работы первое с максимальным натяжением его то есть без отсутствия какого-либо провиса когда этот жгут бесконечный он подвальцовывающими барабанами захватывается а подвальцовывающие барабаны могут изготавливаться как рифлеными так и гладкими когда я работал мы использовали гладкие барабаны и это не мешало производить нам качественную продукцию или с провисом мы работали мы старались когда мы работали на эксклюзионном производстве старались работать с небольшим провисом расстояние от центра матрицы от центра формующие его отверстия матрицы до пола было примерно один метр вот мы таким образом настраивали скорость вращения барабанов в стационарном режущем устройстве чтобы от жгута который выходил из экструдера потом опускался вниз и поднимался обратно наверх к режущему устройству у нас расстояние до пола составляла 40 сантиметров то есть мы работали с провисом но при этом мы подкладывали клали на пол под пергамент или гофрокороб чтобы если у нас произошел провис у нас произошел контакт с той поверхностью которая допущена к контакту с пищевыми продуктами что это позволяло во первых мы использовали таким образом силу тяжести когда у нас из формующего инструмента из матрицы выходил бесконечный пористый жгут то и он уже был с начинкой то у нас начинка как как более вязкая как более жидкая чем уже хрустящая оболочка которая вышла из матрицы эта начинка настекала под действием силы тяжести таким образом мы обеспечивали более равномерное наполнение начинкой оболочки изделия и таким образом кроме этого это позволяло несколько уменьшить подачу начинки по сравнению с тем если бы мы работали с полным натяжением то есть это позволяло более равномерно заполнять корпус начинкой почему это важно мы об этом с вами поговорим дальше подробно очень подробно когда будем рассматривать расчет себестоимости изделия рассмотрим один из вопросов который касается конструкции формующего инструмента экструдера сейчас я буду вам демонстрировать 3d модели формующего инструмента которые использовался на экструдере р3 кат 88 на том производстве на котором работал я мы поговорим о двух моментах во-первых о диаметре отверстия трубочки для подачи начинки и о взаимном расположении трубочки для подачи начинки и трубочки для подачи расплава корпуса изделия начнем мы с диаметра трубочки для подачи начинки почему это важно чем больше у вас диаметр трубочки для подачи начинки тем больше начинки за одну секунду у вас подается в корпус изделия чем больше начинки у вас подается в корпус изделия тем по факту у вас дороже становится сам продукт потому что начинка о чем мы с вами позже поговорим и она примерно в три раза дороже чем оболочка и так когда я только пришел работать на производство диаметр внутренний диаметр трубочки составлял 5,3 миллиметра внешний диаметр 7,3 миллиметра что позволяло формовать изделие с довольно тонким корпусом и с большим количеством начинки поработав на этом производстве я предложил уменьшить диаметр трубочки и предложил изготовить несколько вариантов такой трубочки с разным диаметром начинки я сделал чертежи и предложил такие варианты это диаметр 5 миллиметров внутренний диаметр внешний диаметр 7 миллиметров внутренний диаметр 4,6 а внешний диаметр 6,6 я не рискнул уменьшить толщину стенки трубочки, понимая, что она соприкасается одновременно с двумя пищевыми массами, это начинкой внутри и расплавом сырья для оболочки изделия снаружи. И соответственно соприкосновение с этими двумя средами с одной в меньшей степени, с другой в большей степени приводит к износу этой трубочки и утончению ее корпуса. Были проведены эксперименты на работающем экструдере, то есть мы перед запуском устанавливали, допустим, трубочку с диаметром 4,6 миллиметра, запускали экструдер, подавали начинку, смотрели как будет идти процесс. К сожалению, на трубочке диаметром 4,6 миллиметра трубочка очень быстро забилась, то есть мы проработали буквально меньше часа. Выпускали продукцию и трубочка забилась, мы ее на ходу прочистить не смогли, пришлось останавливаться и в этот момент я поменял трубочку на 5 миллиметров, чтобы сразу провести, если такая оказия случилась, сразу провести и второй эксперимент. На трубочке диаметром 5 миллиметров экструдер запустился и мы отработали целую смену. Таким образом мы смогли, пусть даже за счет небольшого утолщения оболочки изделия, смогли достичь уменьшения расхода начинки. И второй момент, это относительное расположение трубочки для подачи начинки и трубочки для подачи расплавленного корпуса изделия. Итак, когда мы работали, у нас трубочка выходила за границу фланца, через которое проходил расплавленный корпус изделия, на 5 миллиметров. Это тоже было подобрано экспериментально. В начале, когда я пришел только работать, вот этот вот, скажем так, хвостовик, который выходил, трубочка выходила из матрицы на расстояние 10 миллиметров. И это приводило к тому, что взорванный корпус мягкий, он терся об острый край трубочки и прорывался. Получался рваный корпус. Вот чтобы этого избежать, я когда заказывал трубочку на 5 миллиметров, я ее сознательно сделал меньше на 5 миллиметров, чтобы она только лишь совсем немножко выходила из матрицы. И оказалось, что есть еще один вариант расположения, о котором я узнал совсем недавно, буквально может быть в прошлом году, в 2021 году я узнал, прочитав вот эту научную статью. Я вам читаю, как она называется. Field Snack Production by Co-Extrusion Cooking. 1. Reological Modeling for the Process. Авторы. Бруно де Синдио, Доминико Габриэли, Клаудио Мария Полини, Донателло Пересини, Александро Сенсидони. Все итальянцы. И работали в итальянских университетах. Они взяли и провели моделирование течения двух вязких масс. Это расплавленного корпуса изделия, расплавленной массой сырья для оболочки изделия и начинки. Они предложили вот такую схему для исследования. Предложили изменять расстояние от среза трубочки для подачи начинки до среза, до турца трубочки для подачи расплава сухой смеси сырья. И установили, что оказывается, что когда трубочка находится внутри формующего инструмента, это лучше оказывает влияние на качество готовой продукции, лучше оказывает влияние на стабильность протекания процесса коэкструзии пищевых материалов. Я удивлен, что такая статья вообще в принципе есть и существуют такие исследования. И я еще больше удивился, когда узнал, что эта статья была опубликована в 2002 году, еще до того, как я закончил институт и начал работать на этом производстве. Я вам сейчас рассказываю про этот вариант, который вы можете попробовать на своем производстве, потому что изготовление вот этой трубочки это небольшое по затратам. Но вы когда установите это в свой формующий инструмент, вам нужно сделать всего три варианта трубочки. Трубочка, которая будет находиться внутри корпуса, углубленная на 5 сантиметров. Первый вариант. Второй вариант, она будет находиться заподлицо, с каналом для подачи расплавленной массы сухой смеси сырья и на 5 миллиметров выступает из матрицы. Пожалуйста. Длиннее больше выступ делать не надо, потому что я вам уже уже сказал, что это рвет оболочку, если он будет больше чем 5 сантиметров. Также может быть у вас получится, может быть это из-за того, что у нас был слабый начинка наполнитель, двигатель на начинка наполнителя, у нас не получилось продавить через меньшее отверстие, то есть 4,6 миллиметра начинку. Если вы поставите более мощный насос, возможно у вас получится это сделать. То есть это еще шаг на уменьшение расхода начинки в вашем производстве и удешевлению продукции. Это мы с вами поговорили про матрицу для производства коэкструдированных изделий. Вначале я вам хочу показать рецептуры из двух книг. Первая книга это сушка сырья и производства сухих завтраков. А вторая книга это технология производства сухих завтраков. Авторы у этих двух книг одинаковые. Это Касьянов, Бурцев и Грецких. Это ученые из Кубанского государственного технического университета. Я вам эту рецептуру сейчас покажу на слайде и мы ее с вами более подробно рассмотрим. Итак, что они предлагают, эти авторы предлагают добавлять в оболочку изделия. Итак, пшеница, рис, сахарный песок, молоко сухое, соль поваренная. При этом рецептура идет рассчитана на 100 килограмм. Начинка молочная. Расчет на 100 килограмм. В производстве для удешевления производства начинки обычно заменяют, полностью заменяют сухое молоко на кукурузный крахмал. Это серьезно удешевляет производство. Потому что кукурузный крахмал, он стоит допустим 35-40 рублей за килограмм. Может быть сейчас уже чуть дороже. Про цены мы поговорим чуть позже. А сухое молоко, оно стоит 100, 120, 140 рублей за килограмм. Поэтому выгодно заменить полностью сухое молоко на кукурузный крахмал. Что такое фосфатидный концентрат? Это лицетин. Соевый лицетин. Он тут так назван, и его нужно совсем немного. Он дает возможность для эмульгации жиров в начинке. Когда мы работали, мы работали как с добавлением соевого лицетина, так и без добавления соевого лицетина. Есть разница, лучше добавлять. И на замес в 60 килограмм мы добавляли 2 столовые ложки соевого лицетина. Соевый лицетин по своей форме это такая вязкая темно-желтая масса. Но когда она постоит, она становится ближе к коричневому цвету. И она становится еще более вязкой. Как, например, застывший мед. И тогда рабочие кондитеры брали и ставили кружку с этим лицетином на горячую поверхность, ставили на крышку котла пищеварочного электрического, в котором растапливался жир. И тогда этот лицетин, он немножко размягчался, и его можно было добавлять в начинку. И этот лицетин, он добавляется именно в жир. То есть берется, когда мы закладываем в котел пищеварочный электрический, например, КП-60, мы закладываем брикетированный отвешенный жир, то мы туда же добавляем 2 ложки, 2 столовые ложки соевого лицетина. И потом мы, когда у нас это все растопилось, мы это выливаем в чан кремно-збивальной машины, и туда добавляем все остальные компоненты. В этом видео рассмотрим всего две рецептуры для оболочки подушечек и две рецептуры для начинки. Их можно комбинировать. Допустим, взять первую рецептуру для оболочки и вторую рецептуру для начинки. Или наоборот, первую рецептуру для начинки и вторую рецептуру для оболочки. Также я скажу, куда еще можно посмотреть и какие компоненты можно добавлять, чтобы разнообразить ассортимент ваших изделий. Итак, рецептуры будут появляться где-то слева или справа от меня. Можете наблюдать. Итак, рецептура номер один. Подушечки с начинкой на сахаре. Ординарные. Я это так назвал, но обычно они в производстве называются молочными. Итак, пшеничная мука М7523, овсяная мука, сахар, сухое молоко или сухая молочная сыворотка, соль. Пшеничная мука 827,75 кг, овсяная мука 82,75 кг, сахар 33 кг, сухое молоко или сыворотка 49,75 кг и соль 6,75 кг. Простая рецептура. Из этой рецептуры у нас выходит одна тонна сухой смеси для оболочки. Что здесь важно отметить? Пшеничная мука не хлебопекарная, а пшеничная мука общего назначения М7523. Мы пробовали на производстве использовать хлебопекарную муку. К сожалению, получался слишком большой взрыв. Даже хлебопекарная мука первого сорта давала очень большой взрыв. А если у нас большой взрыв, то у нас получается объемная продукция. Ее сложно фасовать, ее сложно перевозить. Получается, что мы перевозим в воздух. То есть нам нужно было подобрать такую муку и такую рецептуру, чтобы у нас оболочка была немножко меньше в объеме. Меньше в объеме, меньше разбухала при экструзии. Поэтому вот такая рецептура. Еще когда я только начинал работать на производстве, еще добавляли кукурузную крупу. Но, к сожалению, как показала практика, кукурузную крупу для более стабильного протекания процесса, для вкуса и так далее. Но, как показала практика, очень сложно настраивать экструдер, если в этой смеси есть кукурузная крупа. Непонятно, причина неясна, почему так происходило. Но в какой-то момент, где-то через два-три часа после запуска экструдера, на внутри матрицы, во внутренних каналах, начинал скапливаться нагар. И этот нагар, в какой-то момент, он прорывался. И образовалась, так называемая, твердая двойная оболочка, которую очень тяжело жевать. Она похожа на, как на жевательную резинку по вкусу, но не очень вкусная. Представьте жевательную резинку без добавок. Очень не вкусная. Или засохший зефир. И мы поэкспериментировали с составом. И оказалось, что вот эту двойную оболочку дает добавление кукурузной крупы. В конечном итоге мы от добавления этой кукурузной крупы отказались. И у нас перестала выходить эта двойная оболочка. Перестала накапливаться вот это твердое что-то внутри матрицы, прорываться наружу и образовывать двойную оболочку. И вредить качеству готовой продукции. Начинка. Самая простая. Рецептура это растительное масло рафинированное, дезодорированное, жир кулинарный фритюрный, сахарная пудра, кукурузный крахмал. Расход. Растительное масло 275,34 кг, кулинарный жир 145 кг, сахарная пудра 289,83 кг и кукурузный крахмал такое же количество. И в итоге мы получаем одну тонну начинки. Простая начинка. Еще также я выше говорил о том, что можно добавлять и нужно добавлять фосфатидный концентрат, но его немного нужно по отношению к общей массе замеса. И вот с этим возникали сложности при покупке этого лицетина. Этот лицетин он продается в бочках по 200 кг. И мы производили настолько малое количество подушечек, ну примерно где-то 10 тонн в месяц, что нам нужно было. 10 тонн в месяц это получается где-то около 6 тонн начинки. 6 тонн начинки это 100 замесов. 100 замесов это 200 столовых ложек лицетина. Ну пусть даже 1 столовая ложка это 10 грамм. 10 грамм умножаем на 200, получаем 2 кг лицетина в месяц. За год мы используем 24 кг. То есть нам вот этой бочки, которая 200 литров, нам хватит на 8 лет работы. А учитывая то, что он имеет срок годности, не помню сейчас сколько, год или полтора года, соответственно покупать лицетин 200 кг в бочке, использовать за полтора года 36 кг, а остальное отправить на утилизацию, это очень и очень невыгодно. То есть два варианта могло быть. Либо мы увеличиваем серьезную производительность и выпускаем не 10 тонн, а 100 тонн в месяц. И тогда у нас будет уходить соответственное количество фосфатидного концентрата. В данном случае, если мы в 10 раз увеличили, у нас соответственно получается 20 кг в месяц у нас будет уходить фосфатидного концентрата. А если мы купили бочку на 10 месяцев, нам эту бочку мы ее используем. Это про простую рецептуру начинки. Далее, подушечки с начинкой на сахаре, фруктовые, с натуральными фруктовыми добавками, фруктовыми порошками. Итак, сухая смесь для оболочки. Пшеничная мука М7523, овсяная мука, сахар, сухое молоко или сыворотка, соль и три добавки. Порошок банана, порошок тыквы и порошок апельсина. Рецептуру вы сейчас видите на экране. В расчете на одну тысячу килограмм смеси для оболочки. Начинка. Масло растительное, рафинированное, дезодорированное, жир кулинарный, фритюрный, сахарная пудра, крахмал кукурузный и порошки банана, тыква и апельсины. Порошки добавляются в замен кукурузного крахмала. То есть, если у нас в предыдущей рецептуре у нас было кукурузного крахмала 200, примерно 90 килограмм на тонну начинки, то мы заменяем 54 килограмма и эти 54 килограмма делим на 3, то есть по 18 килограмм каждого порошка на одну тонну начинки. Порошки очень дорогие. Порошки стоят примерно, если брать у китайцев, то это где-то 600 рублей за килограмм этих порошков. Если покупать в Белоруссии, то сейчас они примерно по 2000 рублей за килограмм. Порошки дают возможность сказать, что наши подушечки с натуральными фруктовыми начинками. А есть технология, которая позволяет вырабатывать с ароматами. В подушечки можно выпускать как с натуральными добавками, так и с ароматизаторами, идентичными натуральным. Например, смородины, персика, миндаля и так далее. А также с добавлением какао. При этом подушечка приобретает такой шоколадный оттенок. К сожалению, по текущим регламентам невозможно называть подушечки шоколадными, если в них содержится меньше определенного количества какао. Насколько мне известно, минимальное количество какао, чтобы продукт назывался шоколадным, по-моему, 25 процентов. Но лучше уточните о ваших технологах. Они обладают этой информацией в большей мере, чем я. По заказу добавок я могу вам порекомендовать следующие организации. Это Аромарос М. Они производят ароматизаторы, идентичные натуральным. Комбинат химико-пищевой ароматики город Санкт-Петербург, где вы можете заказать жирорастворимые ароматизаторы, о которых я говорил выше. То есть, ароматизаторы идентичны натуральным смородина, персик, миндаль, клубника, вишня и так далее. И переходим к той теме, которую я изначально заявлял еще в видео по расчету хребцев хрустящих. Давайте все-таки посмотрим, какое радикальное нововведение нужно внести в учет и контроль при производстве, чтобы контролировать количество начинки в изделии и контролировать соответственно себестоимость. Вначале давайте я вам представлю закладки к рецептурам, на которых мы работали. Опять же я повторюсь, что у нас закладка зависит от того, какая емкость оборудования для приготовления начинки, какая емкость оборудования для приготовления сухой смеси сырья. Мы использовали смесители VPSM100, у которого объем 100 килограмм бочки, и кремовзбивальную машину MV60, объемом 60 литров дежа. Соответственно, пересчитаны были те рецептуры, которые мы выше рассматривали, были пересчитаны на закладки. Итак, я не буду сейчас перечислять снова наименование сырья, сейчас вы видите это на экране. И сейчас я вам буду демонстрировать одновременно расчеты в Excel, себестоимости сырья для сухой смеси и для начинки. И буду зачитывать такой текст. И прошу вас подключить все-таки воображение, насколько это возможно. И попробуем мы с вами поговорить о контроле за производством. Итак... Я буду рассказывать о том, как это было у нас, но вы можете это перенести на свое производство каким-то образом, немного подумав. И у нас, когда мы работали, мы собирали перед фасовкой подушечек в потребительскую тару, мы собирали их в гофрокороб по 6 килограмм. И потом фасовали эти 6 килограмм на потребительскую упаковку по 150 грамм в каждой пачке. То есть из 6 килограмм получалось 40 пачек продукции. И, допустим, давайте представим, что у вас гофрокороб. Выше я вам показал расчет в Excel себестоимости начинки и корпуса. Вы видели, насколько отличается стоимость сырья для корпуса изделия, стоимость сырья для начинки изделия. И почему важно контролировать количество начинки в корпусе, в готовом изделии. Итак, представим, что у нас гофрокороб 6 килограмм. И представим, что у нас соотношение начинки и оболочки 55% на 45%. То есть, на 100 килограмм 55 килограмм будет начинки в изделии и 45 килограмм в оболочке. И тогда, если у нас в гофрокоробе 6 килограмм, тогда логично, перемножая цифры, у нас будет 3,3 килограмма начинки и 2,7 килограмма оболочки. Я сейчас вам еще раз покажу закладку на один замес начинки. У нас всего по сырью 55,2 килограмма закладывается в кремовзбивальную машину и выходит потом в качестве начинки. И закладывается на начинку наполнитель. После этого уходит куда? По трубопроводу дозируется в бесконечный пористый жгут, в матрицу, выходящий из матрицы. Итак, и тогда, если у нас замес начинки 55,2 килограмма, пожалуйста, вот я демонстрирую, чтобы это было понятно и прослеживаемое, о чем я говорю. Выходит 16,73 коробки продукции по 6 килограмм, что чуть больше 100 килограмм. Я округлю до 100 килограммов при дальнейших рассуждениях. Тогда пусть вы продаете весовые подушечки. Сейчас мы не будем касаться фасовки, чуть попозже я про фасовку затрону вопрос. Пусть вы продаете каждый килограмм по 100 рублей. И тогда 100 килограмм продукции, которую вы выработали из одного замеса начинки, вы продадите за 10 тысяч рублей. Это будет ваша выручка. За день, учитывая, что экструдер работает 250 килограмм в час, вы вырабатываете за 8-часовую смену 2 тонны продукции. Далее. А теперь представьте, что у вас начинка идет больше. Допустим, и соотношение будет 65 на 35. 65 килограмм начинки 35 килограмм оболочки в 100 килограмм готовых подушечек. И тогда в одном гофрокоробе на 6 килограмм у вас будет 3,9 килограмм начинки и 2,1 килограмм оболочки. Но в сумме у вас будет, в гофрокоробе будет 6 килограмм. Далее. Тогда из одного замеса массой 55,2 килограмма будет выходить 14,15 гофрокороба по 6 килограмм. Или 85 килограмм продукции. А продукцию вы продаете по те же 100 рублей за килограмм. И с одного замеса вы выручаете 8,5 тысяч. То есть на полторы тысячи меньше с каждого замеса, чем в первом случае. А если у вас замесов за смену 16, 18, 20, это вполне реально, то вы теряете за 8-часовой рабочий день. Я сейчас вам условно говорю, что у вас 8-часовой рабочий день. То это 24. От 24 до 30 тысяч рублей за смену. Меньше вы получите выручки при соотношении начинки и оболочки 65 к 35, чем при соотношении 55 на 45. Вот это важная мысль. Я прошу вас, если вы не поняли о чем идет речь, еще раз пересмотреть последние 7 минут, которые я вам рассказывал. Подумать над этим. И если вы мне не верите, сделайте свой расчет. А теперь давайте пересчитаем эти потери. Если вы вдруг работаете каждый день, 5 дней в неделю, 8 часов смена, 22 рабочих дня в месяц, то потери будут. Да, это не потери. Это недополученная вами выручка. Давайте так. От 528 тысяч до 660 тысяч рублей в месяц. Даже при самой маленькой прибыли, которую можно получать, допустим, 5% выручки в месяц прибыли. А это не очень маржинальное производство. Я вам это по своему опыту говорю. То вы, теряя на выручке 660 тысяч, пусть давайте окружим 600, возьмем какое-то среднее значение. 600 тысяч рублей в месяц. Выручки вы недополучили. Вы недополучили 30 тысяч рублей прибыли в месяц. Недополучили 360 тысяч рублей прибыли в год. Но потратили больше сырья. И чтобы вам, если вы работаете с соотношением начинка оболочка 65 на 35 в пользу начинки, то вам нужно, чтобы выработать 2 тонны продукции, вам нужно сделать 23,5 замеса. А если вы работаете с соотношением 55 на 45, вам нужно сделать 20 замесов. Разница есть? Вот в табличке в Excel, которую я вам еще раз сейчас показываю, вы видите, сколько стоит замес. Умножайте, пожалуйста. Дальше. Но ведь сейчас стремятся к увеличению выручки. Каким образом? Не продавать весовые палочки, а перефасовывать их в потребительскую тару. И продавать, допустим, одну пачку 150 грамм по 20 рублей. Отпускная цена на заводе. Ну давайте вот возьмем 150 грамм пачка, отпускная цена 20 рублей и пересчитаем. Что получается? Вот сейчас я демонстрирую перед вами табличку уже с готовыми ответами на этот вопрос. Вы, если у вас начинка к оболочке 55 на 45 и 100 килограмм продукции, вы получаете 667 пачек. А если у вас, которые вы продаете за 13 340 рублей, выручка. И если у вас отношение начинки к оболочке 65 на 35, то вы вырабатываете из одного замеса. Сейчас эта таблица из расчета на один замес, кроме последних двух столбцов. Одних чуть попозже. Вы получаете 85 килограмм из замеса готовых палочек, из замеса начинки. 567 пачек, которые вы продаете по 20 рублей. Выручка у вас 11 340 рублей. То есть, 2 тысячи рублей вы в выручке теряете при увеличении содержания начинки в продукции. И соответственно, за месяц, если 22 рабочих дня, если вы делаете 16 замесов начинки в день, вы получаете недополученную выручку 704 тысячи рублей. Если вы делаете 20 замесов в день, то 880 тысяч рублей. Опять же, я говорю про замесы при производстве начинки, при соотношении начинки 55 на 45. При соотношении начинки 65 на 35 у вас количество замесов вырастает пропорционально. И вам вместо 16 замесов в день нужно делать 19 примерно для получения того же количества продукции. А вместо 20 замесов, чтобы сделать 2000 килограмм продукции, вам нужно будет делать 23,5 замеса. Подумайте над этим. Потому что это ваша недополученная выручка. Ваша недополученная прибыль, пусть небольшая. Но если маржинальность этого производства там 5-8 процентов, ну это глупо не использовать эту возможность для того, чтобы повысить прибыльность бизнеса. Да это то, о чем я говорил, что когда вы не знаете про это, как только вы запустились и абы как работаете. Вот хорошо, да, вот так, мы там сделали, мы сегодня такие молодцы, мы сегодня сделали 2,5 тонны подушечек. Но при этом вы не задаете себе вопрос, сколько у вас начинки на это ушло. А можно ли было что-то по-другому сделать? Сколько у вас потери были на запуске, на остановке, во время работы и так далее. Я сейчас не буду, как я делал это в расчете хребцов. Вы просто вернитесь в то видео, там подробно это все расписано. Табличку я показывал, вот сейчас я ее вам демонстрирую. О том, как влияет продолжительность работы экструдера в одном запуске. То есть вы запустились и работаете там 12 часов, сутки, двое, трое. И у вас потери, которые есть на запуске, на остановке, вот эта жидкая масса вся, которая выходит из экструдера, вязкая жидкая масса, темная. То вы эту массу не можете продать. Вы можете продать только продукт с начинкой, кондиционной. Соответственно, эта масса вся уходит в отход. Если вы запустились, допустим, остановились, 30 кг массовые, ушло у вас в отход. То есть вы проработали 8 часов, сделали 2 тонны продукции. Или вы проработали 24 часа, вы сделали 60 тонн продукции. Пропорционально, где потери будут меньше. Во втором случае, вы 6 тонн сделали продукцию, у вас вот эти потери на запуск, остановку составляют 1%. А если вы запустились 8 часов, отработали, то у вас потери при запуске остановки составляют 3%. Кроме этого, есть потери на обрыв жгута с начинкой. Когда вот этот круглый жгут, он падает на пол и заматывается, и застывает тут же. Вот если бы кто-то придумал бы, как это обозвать, вот этот вот продукт, чтобы его тоже продавать. Не как подушечки, хотя бы весовые по 100 рублей, но хотя бы за 50. Хотя бы как комбикорм, хотя бы как что-то продавать. Но чтобы это не было в ноль. Может быть трубочки с начинками. Но на это нужно отдельно думать об этом как-то. Далее рассмотрим потери при упаковке. Как мы это с вами рассматривали на хлебцах, когда у вас в пачке оказывалось не 110 грамм, а 112. И как это влияло в конечном итоге на потери. Потому что вам нужно было больше производить экструзионных полуфабрикатов. Которые вот хлебцы, которые просто идут по конвейеру. Для того, чтобы сделать допустим 1000 пачек. Если у вас в пачке 112 грамм, а не 110. То же самое и на подушечках. Но здесь есть некоторое послабление. Потому что одна подушечка, которая длиной 2,5 см, она весит 4 грамма. В отличие от хлебца, который весит 8, который весит 7 грамм. В этом есть послабление небольшое. Здесь можно лавировать. Но если у вас не подушечка, а палочка, которая 4,5-5 см. Или бамбук длиной 15 см. Это меняет дело. Сейчас очень коротко. Потому что мысль понятна, мысль изложена в предыдущем видео. Не хотелось бы повторяться. Но все-таки. Расчет потерь при упаковке. Допустим, вы фасуете подушечки в пачке по 150 грамм. И у вас однопоточный весовой дозатор. Одна палочка весит 2-2,5 грамма. Значит, точность дозирования будет плюс-минус 1,25 грамма. Такая точность дозирования рекомендуется брать в литературе по статистике и по анализу упаковочного производства. Вы не можете класть в пачку меньше заявленных 150 грамм. Либо ровно 150, либо чуть больше. При однопоточном дозаторе это чуть больше будет до веса 152,5 грамма. Обычно ближе к весу 151 грамм. То есть, пусть на пачке вы теряете 1 грамм. Я возьму чуть больше 1,25 грамма. Если вы работаете 8 часов в день и делаете 250 килограмм в час, то за день будет 2 тонны. Из 2 тонн будет 13333 пачки по 150 грамм. При потере 1,25 грамм на пачку в день потери будут 16,67 килограмм. И вы упакуете не 13333 пачки, а на 110 пачек меньше. То есть, 13222 пачки. Пусть отпускная цена одной пачки 150 грамм 20 рублей. Потери в 110 пачек это потери 2200 рублей в день выручки. В месяц при 8-часовой пятидневке 48400 рублей. Не такие большие потери, как при передозировке начинки. Возможно в этом случае обойтись без точного дозатора мультиголовка. Но если вы делаете не подушечки, а палочки или бамбуки, которые длиннее. И следовательно, каждая отдельная палочка или бамбук имеют большую массу. Для палочки от 4,5 до 5 грамм. Для бамбука от 13,5 до 15 грамм. То может потребоваться увеличение точности дозирования. Про дозатор мультиголовка можно говорить долго. Но самое главное его отличие от однопоточного дозатора. Это у вас две чаши, в которых стоят тензодатчики. Они работают вместе через компьютер. Этот компьютер он взвешивает какую партию. Допустим он насыпает, вам нужно 150 грамм. И он в каждую из чаш насыпает примерно по 75. А если у вас не два бункера, а четыре. То он может обсчитать в этих бункерах. И выбрать такую сумму в бункерах, чтобы это было как можно ближе к 150. И у вас будет не 151 грамм перевес, а допустим 150,2. Но вот эти все изощрения с точным дозированием это только при крупно-крупно-тоннажном производстве. Ну допустим от 100 тонн в месяц. Это имеет смысл. Здесь соответственно нам, если у нас 2 тонны палочек в день. 6 тонн палочек в день. Если 24 часа работать, то получается, что это 50 тысяч при 2 тоннах. Это 150 тысяч при 6 тоннах в день. Умножаем пусть на 23 миллиона в месяц. 6 умножаем на 20. Это будет 120 тысяч. Да, 120 тонн в месяц уже имеет смысл подумать о мультиголовке. Она окупится буквально за квартал. За 4 месяца она окупится. И далее поговорим еще об удешевлении смесей для оболочки, для начинки таким образом. У нас в оболочке есть пшеничная мука, которую можно заменить, например, рисовой мучкой. Если пшеничная мука сейчас стоит 25 рублей за килограмм при покупке в мешках по 50 килограмм, то рисовую мучку можно найти за 6 рублей, 10 рублей, 12 рублей и так далее. То есть дешевле намного. Если мы заменим хотя бы часть пшеничной муки рисовой мучкой, то мы получим экономию, какую я вам сейчас демонстрирую на экране. Расчет в Excel. И одна проблема с этой рисовой мучкой. К сожалению, она настолько дешево используется не только в эксклюзионном производстве. Ее контрактуют на год, на два, на три другие предприятия. То есть вам нужно найти какой-то выход на производители этой рисовой мучки. А рисовая мучка это отход при шелушении риса. И это делают в Ростовской области и в Краснодарском крае. Я вам в описании напишу ссылки на агросервер, где я смог найти рисовую мучку. Посмотрите. Возможно подумать о том, чтобы связаться с этими людьми и попробовать у них купить, допустим, 100 тонн этой рисовой мучки. Или законтрактовать производство для вас этой рисовой мучки, чтобы они на вас уже рассчитывали как на покупателя. Если у вас это получится, соответственно, вы еще сильнее снизите себестоимость этих изделий. Далее. Кроме этого, эту же рисовую мучку вы... Нужно опять же ее подумать, как это использовать. Может быть через дополнительное прожаривание на производстве добавлять и в начинку. Но в начинку еще можно добавлять и в оболочку, в смесь для оболочки перемол от некондиции. То есть вы ставите у себя молотковую дробилку и берете некондиционную палочку, некондиционную подушечку с начинкой, некондиционные отходы с сухой оболочки без начинки. Вы это передрабливаете и добавляете взамен пшеничной муки. Или в... Если это в сухую смесь сырья, то не взамен, а в добавок. До 10% можно добавлять. Без потери качества готового изделия. И в начинку вместо кукурузного крахмала. Как загуститель. Но если у вас светлая начинка, это будет заметно. Но если у вас, допустим, начинка с красителями, с какао, то в общей массе вот этот темный экструдат, он не будет заметен. Пожалуйста. Можете попробовать. И еще один момент, о котором я хотел бы сказать, это о том, когда мы сделали начинку, когда мы сделали начинку и поместили ее в начинку наполнитель, она начинает, во-первых, она начинает остывать, и во-вторых, она начинает становиться густее. Она густеет, начинка. Поэтому нужно, опять же, на моем опыте, нужно подходить и хотя бы один раз в 2-3 минуты делать 5-6 медленных оборотов перемешивать начинку. Это если у вас начинка-наполнитель, бункер, без перемешивающего устройства. Первый вариант. Второй вариант. Начинка-наполнитель с водяной рубашкой. Можно совмещать. Первый и второй способ. Почему нужно перемешивать начинку? Чтобы она была не густая. Чтобы она была такая, как сметана, 15%. Чтобы, когда у вас начинка густеет, она начинает хуже захватываться насосом-дозатором. Даже несмотря на то, что в насосе-дозаторе используется двухшнековый, двухвинтовой дозатор и уплотнитель АМКРУ, то даже этому насосу тяжело захватить эту начинку и переправить ее в матрицу. Поэтому желательно либо поставить перемешивающее устройство, либо дать задание рабочим, которые будут подходить, допустим, тот же оператор экструдера, грузчик, который закладывает сухую смесь сырья, который будет подходить и раз в 2-3 минуты ворошить начинку. Это существенно упростит вам производство. Кроме этого, если у вас начинка густеет, то у вас изменяются параметры дозирования начинки, у вас изменяется плотность начинки. Если у вас начинка более плотная, то у вас, соответственно, за единицу времени в подушечку попадает большее количество грамм начинки, чем вы установили на дозаторе. То есть это имеет смысл еще с точки зрения количества начинки в корпусе по массе. Это практически все, что я хотел сказать, такого крупного, крупными мазками пройтись по каким-то важным аспектам этого производства. Показать вам расчеты, потери, сказать про оборудование, показать какие-то 3D модели. Еще остался один момент. Я постараюсь сейчас это все ужать в какое-то очень короткое выступление одновременно с демонстрацией слайдов. Наше видео практически подходит к концу. И давайте я коротко, тезисно еще освещу некоторые темы, которые необходимо обязательно реализовать в вашем производстве. Я их вначале озвучу, а потом пролистаю вам свой файл с моими наработками. Итак, нужно иметь в наличии инструкции по запуску, остановке, настройке оборудования, подробные инструкции, в которых написано, что куда сыпать, какие режимы устанавливать и как настраивать экструдер. Подачу сырья, муки, воды, начинки, за какими параметрами следить, например, за нагрузкой на электродвигатели. И короткие инструкции, которые можно прикрепить скотчем, допустим распечатать на одном листе формата А4 и повесить рядом с щитом или на щите электрическом. Далее. Наличие инструкций по решению проблем во время производства. Потому что проблемы могут быть разные. Во-первых, забивание начинкой трубочки. Допустим, за обрыв жгута. Жгут, допустим, рваный и так далее. То есть много-много-много проблем, которых намного больше, чем при производстве хлебцев. В связи с тем, что подушечка это составной продукт с контролем, как контролировать показатели массы и расхода начинки. Простое решение, которое мне пришло, которое я вам рекомендую, потому что оно доказало свою эффективность. В том месте, где у вас стоит, если вы все-таки как делаем, как мы, то собираете, допустим, в гофрокороба, как мы делали, после сетчатого конвейера. В гофрокороба по 6 килограмм. То я прямо там, на колонне, где стояла упаковщица, которая собирала гофрокороб, я повесил тапличку, где написал количество замесов и количество коробов. При этом первый замес считался льготным, потому что уходило много на запуск и на настройку оборудования. Соответственно, с первого замеса разрешалось сделать 15 коробов. 15 коробов разрешалось сделать, но потом в течение смены, если, допустим, делалось 20 замесов, то нужно было догнать до 17 коробок с одного замеса. То есть, если у нас один замес, это 15 коробов, второй замес 32 короба, третий замес 49 коробов и так далее. И вот эту табличку, я ее повесил, распечатал и повесил в том месте, где работали упаковщицы. Если же у вас сразу продукция идет на упаковку в потребительскую тару, на фасолочную машину, то вы можете посетить с вашими технологами и подумать, как вам образмерить вот этот параметр. Чтобы вам контролировать начинку, сколько у вас начинки уходит в продукцию. И нет ли у вас передозировки? Обязательно иметь инструкции по ремонту и технологическому обслуживанию оборудования. Монтаж, демонтаж шнеков, дефектовка шнеков, рабочих корпусов, замена масла в гидростанции и редукторах, какое масло, какой расход. Инструкции по техническому обслуживанию остального оборудования, упаковочных машин, конвейеров, охладителей, смесителей, дозаторов и так далее. Когда у вас есть инструкция, и вы говорите, рабочие могут делать вот так. А если он не делает, то вы не по инструкции сделаете, то вы можете его наказать за это. Если, допустим, оборудование было во время ремонта сломано или пришло в негодность, или потребовало внезаводского ремонта, допустим, наем какого-то стороннего предприятия для ремонта этого оборудования, или вообще полной его замены. Но если у вас нет этих инструкций, вы не можете предъявлять никаких требований к вашим работникам, каким-либо образом их наказывать. Но если они отклонились от этих инструкций, которые утверждены, на которых стоит печать, подпись директора, соответственно, это называется нарушение технологической дисциплины. В этом видео мы рассмотрели с вами расчет производства хрустящих подушечек с начинками. Мы рассмотрели расчет себестоимости сырья для оболочки, для начинки. Рассмотрели какие бывают рецептуры, какие бывают закладки по этим рецептурам. Рассмотрели машиноаппаратурные схемы линий производства коэкструдированных пищевых продуктов. А также я дал вам рекомендации по подбору оборудования. И на что нужно смотреть, когда вы выбираете оборудование для этих линий. Мы рассмотрели с вами конструкцию матрицы для производства коэкструдированных продуктов питания. И поговорили о потерях, о самом, как я считаю, важном параметре, за которым нужно следить при производстве изделий с начинками. Благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. И, как и в предыдущем видео, я хочу, скажем так, сделать анонс, что если это видео наберет одну тысячу просмотров и 50 лайков, то я сниму видео по экструзии сырья для растительного мяса. Это интересные видеоматериалы у меня есть. И я сделаю, скажем, видео обзорное, без углубления в какие-то технологические нюансы, скажем так. И я думаю, что даже в таком ракурсе оно будет интересно зрителям. Поэтому экструзия компонентов для растительного мяса выйдет, если текущее видео наберет одну тысячу просмотров и 50 лайков. Я досяду и буду делать видео следующее по экструзии искусственного мяса. Вам я желаю всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...